друзья всем привет в эфире с вами проект people to people люди для людей и сегодня у нас в гостях игорь ким биоэнергетик автор тренинга национальной свободы что это такое и собственно где она прячется тему нашего эфира мы расскажем об этом чуть позже пока вы ставите плюсы если нас слышно хорошо и ставьте минусы если слышно плохо сегодня как и всегда мы дарим вам призы за самый лучший вопрос в эфире это наш фирменный блокнот и тупи от наших друзей лавки папа карла друзья пишите вопросы это очень важно мы строим эфир на ваших вопросах это будет интересно самое главное сделать пожалуйста репост потому что сегодня очень интересная тема если вы никогда не слышали кто такой игорь ким после этого эфира я не знаю что с вами произойдет что-то произойдет игорь привет будем говорить чуть громче хорошо ребят пожалуйста напишите если вы уже знакомы с игорем я просто знаю что большинство из вас кто смотрит либо слышал что-то про тренинг эмоциональная свобода либо возможно вы уже были на сессии у игоря чтобы мы понимали нашу сегодняшнюю аудиторию и пожалуйста не забывайте ставить плюсы и лайки игорь давай расскажем вообще ну вообще про тренинг для начала чтобы люди понимали что это такое и собственно почему это эмоциональная свободы и нужно где-то искать чем тренинг эмоциональной свободы он идет уже третий год и первый раз я его провел два года назад и это было в астане и почему-то хотелось именно в стране в алматы почему-то мне казалось здесь почему-то не пойдет а мне казалось было мнение что пойдет в астане первым мастер-классе провел 12 апреля а потом уже поехал в июне поехал в астану с тренингами там первый тренинг состоялся и причем я тогда тупо поверил в силу соцсетей facebook мне было тысячи человек подписчиков и я написал еду в в астану снял офис еще и приехал туда никого нету сидит одна девочка и ты знаешь я тебя поддержать а я ее она мне была на сессии в алмате она приезжала специально и все и я это значит за все заплачено садись чай попьем домой пойдем мы час посетили часа два где-то чай попили двенадцати часам подошли еще пять человек и то есть первый тренинг состоялся ограничено количество а всегда было разное количество людей и наверное год это был такой эксперимент надо мной над собой над людьми я не понимал честно говоря куда и не было структуры я просто делал все по наитию и вот сейчас она уже есть эта структура и примерно понимаю куда людей виду и к чему сегодня я могу уже точно сказать что какой результат я жду на выходе тогда это было вообще непонятно что я хотел как я хотела просто хотел быть тренером и все и меня никто не хотел рекламировать меня никто не хотел еще ни одна тренера тренинговая компания меня не брал не брали потому что не было имени не было темы и потом вообще это не форматные стандартные я решил что буду делать это сам при этом у меня тринадцать лет опыта продажи было прямых продаж и я себе так решил что я себя взял продажникам сам себе на работу и все я просто начал себя продвигать и она вот так пошло национальная свобода вообще название но появилась совершенно случайно из книгах техника эмоциональной свободы я не захотел читать что за техники я просто взял национальную свободу все потом я узнал что это в ваша центре где-то есть потом вид монос этим ездит и потом я сделал приставку с игорем ким чтобы не было путаницы названий сейчас везде сам что именно с игорем ким потому что много но есть еще стороне ребят мы ждем от вас комментариев вопросов если я не буду успевать отвечать на них на все вы можете потом после эфира пообщаться с игорем вам ответить обязательно вообще сегодня мы хотим поговорить о блоках которые собственно и препятствуют эмоциональной свободе да вообще что такое блоки откуда они берутся и почему мы так мало не знаю ну или если знаем то не реагируем на них эмоциональные блоки они создаются у людей в те тот момент когда ты эту эмоцию не допрожил любую страх ненависть злость зависть даже если это не отданная любовь там или там там ласка какая-то кто не отдал никакой разницы нет она все равно садится грузом в тело и поэтому очень важно эти эмоции загружать вытаскивать из тела из подсознание когда до проживать и тогда появляется ощущение легкости свободы вот этой вот состоянии фаре и такую и очень многим это состояние нравится и не были случаи когда человек ходил на работу по одной и той же дороге потом на работу опознал на 40 минут после сессии это еще делала нагадь его то есть она где и вообще не знал что растет это ёлка где обалдела что то есть есть момент и вот во всех книгах сейчас пишут здесь и сейчас моментом находиться надо медитировать чуть-чуть но это все долго и вот именно очень важно эти блоки все вытащить проплакаться прокричаться про я не знаю там вообще блоки эмоционально выходят слезами и соплями тошнотой рвоты и ангины поносом очень смехом да то есть есть люди которые свяжут вот на беру на сеансы жил там 40 минут просто без остановки 5 минут прикольно потом боишься за его здоровье непонятно когда он начал дышать когда вдохнула на одной ноте все уходит и но после этого появляется потом состояние слабости и такой знаете вот как бы опустошенность и человек потом набирает эту энергию потихоньку и после этого входит состояние фарии поэтому тренинг он идет два дня первый день мы чистим как бы вот все блоки убираем второй день мы медитируем наполняемся мы друг друга там любим там есть групповые вещи когда там вот человека ставят посередине все его обнимают и всем ударят свою энергию там любовь и ты за пять минут наполняешься тот пробел который за всю жизнь не наполнился это возможно заполнить это возможно даже в обычной жизни если ты не придешь на тренинг это надо быть геннадий головкин это пошел может набил я все любят все выплеснул гнев и потом любовь всеобщее вот и поэтому а если у тебя такого нету состояния чемпион там нет то у тебя есть какие-то свои социальные успехи и свои победы но мы же себя не хвалим и мало того не хватит нас со стороны не хватит и потом могут нас ходить извне но мы не можем эту благодарность принять и поэтому очень важно всех вычислить и когда с людей вот эти блоки выходят этот проводник и вот цену в энергии ты становишься большой и вот представь там 10 20 человек я просто обняли и держит на пять минут и бешеные состояние она прям там все пути прям и ты вот наполняешь топусту пустоту которая у тебя осталась наполняется любовью все на самом деле больше 100 мир раньше не казалось куда знаешь я извиняюсь у нас и технические неполадки кажется иногда что и вот тебя за пять минут наполняют в центре есть сосуды любви да там допустим от зачатия до рождения должны ждать и любить родители от рождения до семи лет должны любить бабушки и дедушки еще включиться через от семи до четырнадцати успех вот так как бы самоидентификация да там одинаковые пистолетики кроссовки там или там батики одинаковую девочек какие-то потом от 14 до 21 года начинаются проблемы у всех это успех противоположного пола насколько ты популярен или успешен у них и все и тут проблема потом идут потом карьера то еще что-то и в общем слоями она идет слоями если ты где-то не добрал у тебя образуется пустота допустим тебя там семья неполная там раз там пол сосуда пустырь на там с одной стороны дедушки нету там еще пол сосуда но ты вот здесь теперь в карьере набираешь в любви то там противоположного пола ты очень успешен но это все любой буду ходить туда те сосуды которые пустые и сорока пяти годам люди ходят недолюбленные начинают жертвы да там пожалеете меня там я там заболела там в 50 летом люди умирают там ходят там пожалейте меня я не могу там сходить там человеками не заходите и это же они пытаются взять энергию взять внимание с людей и ангел они вампире и поэтому поэтому есть еще момент такой что вот эти бабушки на светофорах да там они или дедушки не переходят на красный свет и там и там папа пипик там трам-тарарам и на неделю хватает хоть не любви но хотя бы агрессии надо взять что-то съесть друзья я вам напоминаю что на сегодня в гостях и горьки и горьбил энергетик и автор тренинга национальная свобода мы сейчас как раз и говорим о том что это такое национальная свобода где она прячется и о том что блоки которые у нас сидят сидят они меч не мешают нам что-то делать да то есть мы говорим о том что на самом деле просто я расскажу вам о том что я уже была на сессии у игоря на себе все это прошла испытала это просто а это жопа жопа извините пожалуйста но это из всего что я пробовала на сегодняшний день это мне даже слов не написать то есть и страх не от того что ты видишь что из тебя выходит а страх от того что ты видишь что ты с этим живешь я заняюсь г и вот это страшно на самом деле как бы посмотреть этому страху в глаза увидите у меня до сейчас голос дрожит это очень серьезно но мне кажется к этому надо быть готовым что надо быть готовыми не хотят многие со своим вот этим прощаться и никто прям упирается раз не блоки надо это моё я не отдам я копил там всю жизнь да но очень часто знаете вот если бы ко мне два года назад попал человек который не хочет я бы его заставил сейчас я уже не заставляю хочешь работать работали хочешь не работаем но есть момент когда вот в процессе сессии самой да когда уже выхлоп пошел останавливаться на середине нельзя здесь я уже определённо жесткость проявляю если человек долг до этого момента сказал я не хочу я его отпускаю вставай иди домой потому что очень у человека должна быть свободы выбора и это единственное что нельзя покушаться на то есть если человек выбрал сидеть в говне это его полное право посидеть и вот этого права лишать его нельзя весь он готов из него выйти нужно помочь ну и толку нету помогать то есть есть бывает знаете как ты человеку помогаешь ты не спрашивай его а ему принципе этого и не нужно причинить добро это это вот последнюю рубашку забраться там на я тебе дарю а он к нему домой приходишь он полы ему как бы тебе не надо а это твоя любимая рубашка и поэтому я уже ушел от того чтобы растрачивать себя вот ну как то впустую что поэтому я уже аудитории у меня есть сейчас такое право выбирать аудитории с кем я хочу работать с ними хочу это круто на самом деле я к этому очень долго шел и сейчас я уже кому-то могу сказать я с тобой отказываюсь раньше этого не мог а сейчас ну как бы не часто ну бывает что я отказываю к тому нужно прийти тоже ну это знаете это же тоже оно же все на финансах завязано и ты же тоже привязан это же твоя как бы работа с одной стороны и поэтому ты тебе казалось казалось бы что тебе надо больше людей там как это и когда людей нет ты держишься за всех и в какой-то момент происходит такое что ты уже не держишься за людей а ты готов не готов работаем не работает тоже вот этот вопрос финансов очень важно чтобы он закрылся и тогда человек работает экологичнее то есть художник который творит за деньги он не знаю а художник который творит ради того чтобы просто творить это совершенно другая свобода совершенно другое творчество и очень важно не так чтобы мне деньги финансы не нужны да а так чтобы было их столько чтобы ты в них не нуждался и тогда совершенно другой коленкор творить я в одном из интервью услышала вы сказали что если относиться к деньгам как к мериллу того сколько ты принес людям пользы то это деньги получается святая вещь да вообще финансовая сторона жизни да в людях у нас с периода еще советского союза забита много тараканов которые там они там не нужны у кого много финансов тем очень плохие люди они портят и там и я стану там черстками там еще по головам пошел там карьериста но на самом деле финансовая сторона она должна быть закрыта за тобой и ты не должен есть даже понятие финансовая независимость безопасность свобода да и вот вот это должно быть хотя бы хотя бы безопасность должна и я на одном как бы мастер-классе был там про финансы чуть там это и там считали идем там вот финансовый у меня он достаточно высокий оказался но я у меня была такая неудовлетворенность в себе и столько претензий но когда я помню что на сзади там всего четыре человека таких я помню что мы как-то этот но средний из 200 занес 300 человек было 37 единиц то есть это прям цельцы люди прям зависит от своих финансов и страшная вещь на самом деле мы привыкли мне понравилось знаете у шнура вы спрашивали в интервью там вот там в россии зарплата низкие чего вы думаете он как я вообще не про зарплаты не думал потому что интересно за что и платят что у нас ничего не то есть мы привыкли всегда с другой стороны нам дайте на а что ты сделал что тебе у тебя было не тонет таких запроса не задает и сейчас вот более молодое поколение но уже что-то там сдвигается куда-то в мозг но вот люди которым 30 до чуть старше все равно не чтоб им сверху кто-то дал а это все всех прорабатывается как-то все всех прорабатывается на это автоматически это не из-за того что я что-то сказал есть люди намного гениальнее чем я финансов творчестве в чем-то и моя задача чтобы у них просто в этот клапок куда сорвался и она срывается и идет и все прет просто просто прет то что у него сдерживалось он просто начинает сбываться далее у меня есть фотограф один приходил он не мог сделать выставку там год готова связь сделал фото выставку по концовке через три месяца после сессии сделал причем нашел спонсоров что этот в общем выставка состоялась художница приходила она там не посвятила потом недавно очень было приятно и неожиданно вообще не ожидал что она как-то идет на тренингами на сессию картину нарисую потом и и вот такие моменты она просто знаете есть еще вот такой прям случай был когда человек человек заработал на квартиру или квартиру получил но я с человека выбивал скажи что тебе нужна квартира 40 минут я рад прям как я откуда возьму там я просто заткнись и скажи мне нужно квартира и короче в один час ночи она сказала мне нужна квартира но он не откуда я где тоже не знаю откуда возьмется просто скажи она сказала мне нужно квартиру 7 утра написала сама сне что короче предложил новую работу и дали квартиру на выкуп ну эта квартира висела это не за то что я я на себя рутом по до двух часов ночи потом орал и квартиры все то есть когда уже висит твой запрос уже готовы тебе надо кивнуть и люди не готовы кивнуть и вот когда ты его заставишь кивнуть у него будут появляться и такой вау-эффект чудо какого-то оно присутствует он сам по идее принял это решение и надо было кивнуть и удали скажи иди купила тренинг пилет я сейчас быстро прочитаю вопросы у нас тут есть оказывается уже вопросы ребят мы заговорились извините на самом деле сейчас будем читать что у нас тут происходит я вообще у меня есть еще вопрос по поводу блоков мы можем о них немножко рассказать как они проявляются в теле вот то есть чтобы допустим человек который нас смотрит с той стороны чтобы он понял вот как я посмотрела какой-то эфир и поняла да у меня это есть чтобы понять это надо просто встать перед зеркалом хотя бы да вот в полный рост не сделай глубокий вдох да куда ты можешь у человека 7 чакр сейчас все умные все знают 7 чакр каждая чакра отвечает за определенный вид жизнедеятельности человека да и ты посмотри чем ты дышишь вот то есть делаешь глубокий вдох если твое дыхание не глубоко и она где-то заканчивается вот здесь в районе груди то у тебя низ не работает если ты работаешь низом а верхний дышит значит у тебя закрыта душа такие люди они более материальные у которых низ работают но сейчас у всех все выключено практически всем и поэтому ну ну вот смотрите людей у которых нет блоков я видел всего там два три человек то есть я вот который приходит 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 3000 человек за два года я принял это очень много и игорь я читаю вопрос намечается заработок и каждый раз я радуюсь в голове уже проживаю процесс работы и вознаграждения потом случается облом и это уже последнее время практически постоянно это какая-то моя установка на самом деле отметить есть такая штука когда есть большой проект или когда вы должны повышение зарплаты должности да и вот уже все подтягивается и раз ты обрубили это твоя не готовность это твоя не готовность принять эти деньги и очень важно тараканы проработать и в ю тубе потом посмотрите эмоциональная свободу с игорем ким и там есть прощение денег ролик на самом деле техника вообще священская да и вот эти тараканы про деньги это девчонки в пензе писали это на тренинге у моего учителя писали в пензе девочки выписывали своих тараканов и потом этот текст не попал ну как я взял учителя я на каждом тренинге вычитал сам какой-то момент и поставил телефон прочитала чтобы каждый раз читатель спроса свету при много я ведь там прям много это десятым шрифтом 5 листов и тараканов прям вот немерено да и вот там вот это один из них и очень важно этот блок снимать и вот рината я прям советую ты говоришь я имя достойно вот таких вот денег и я готова получить эти деньги я готов я готов к этим деньгам после того как ты получаешь какие-то блага подарки призы вот сейчас выиграет я готов получать подарки от этой вселенной надо постоянно благодарить и вот эта готовность к деньгам она приведет тебя к успеху и изобилию а если будешь закрываться и будешь вот там ну это вопрос достойный-недостоин это больше ничего у меня затем сейчас прям вспомнил мужчина приходил он постоянно занимал высокие посты но с этих постов в течение полгода восемь снижали и и в какой-то момент его позвали чуть нам председатель там или зампредседателя какого-то холдинга здорово и потом его в процессе работы за полгода он скатился туда завхоза то есть и ночи понять не могли чем но из-за чего это когда мы начали с ним работать и будет это с вами будет нет с мамой все хорошо и мама люблю мама святая женщина кто сомневался не так что мама и потом там раз один блок про маму вылез я в это не он давай еще дальше он нет я я вспоминаю мы опять начинаем работать в какой-то момент у него выходит что он оказывается там базу что не разбил не лет в пять лет пять ему был он разбил ничем вазу в комнате у родителей мама ему ставила пистона и состояние вины у него постоянно потом всю жизнь утащил это было ему 40 с лишним лет уже он пришел и представь он с этим грузом ходил там 40 лет это же да я понимаю хочется вырубиться по этому поводу и поэтому вот эти блоки да ну там все финансовая сторона там-то а может совершенно с другой стороны выйти это почему вот биоэнергетов щитка так большое спасибо не так меня обозвали он так приклеилась и еще всем понятно за вами например надо пошли я все не мог это сформулировать не сказать биоэнергет точная терапия все он приклеилась и вот это же энергетика и то есть человек становится он начинает дышать и вот эти блоки когда ты человек стоит под энергиями дыши на эти блоки они начинают проявляться в теле у человека руки темнеют у него там лицо начинает не иметь руки сводить там ноги отваривающим бану этот и по вот этим блоком ты можешь сказать чуть не происходило вообще в принципе и где-то ты там слегка постучал где-то не слегка и они начинают проявляться и в процессе вот этого выхода эмоций всплывает та ситуация которая создала вот бог и она вот саму калейдоскопа просто вся жизнь пролетает начинаешь понимать откуда ты это все нацеплял у меня . да то есть вот я в командировке там три недели был приезжаю у него как бы там этот мы с ней начинаем дышать у них блоки кому старше у него же гормоны начинают прыгать и с ней приходится работать младшая там испугалась у нее там блоки это детей представь это вот это мои дети я это я вижу ладно а есть родители которые этого не замечают которые не видят я не ходят не хотят замечать они не понимают просто они начинают лечить они начинают куда-то водить а на самом деле у меня дочку водили 33 недели водили по врачам лечили там то там инфекция такая то еще что-то ничего не помогал продышали проплакал пара рамок и чуть-чуть здоровый человек со скольки лет детям судьбу взрывать это хоть и новорожденных просто должен быть какой-то запрос а вот допустим вот эти вот сильные методы это не нужно это нужно старше 10 лет иногда если прям сильно там что-то а так это вот ну это вот просто они играют я не знаю как это честно я пытался с этим разобраться но там ребенок не спите приводите его приводит мы там с ним что-то там играемся и почему не воду я не очень сложные со своими детьми такого не могу сделать если честно это вещи у меня очень мозг такой знаете я вот и ну как бы я материалист и со своими я такого не могу прошли кажется чужими детьми вот ну как-то по результаты выше потому знаете я заметил что мне чем больше ты зацепиваешься на результате чем больше о нем думаешь и меньше ты получаешь результат и поэтому очень важно мозг отвлечь из-за этого на индивидуальных сессиях иногда фейсбуке в телефоне потому что мне надо мозг убрать то есть ты стоишь дышишь я для тебя смотрю когда она заплачет когда что-то отсюда то есть мозг начинает метаться и ничего не происходит как только фейсбук за место чуть-чуть полистал человек начинает там подхнукивать подплакивать потом телефон убираешь начинаешь работать мне тоже надо очень у меня очень мозг такой и вот эти вот образованием это три штуки и далее они они давят все равно и чтобы через вот это сознание пролезть вот там энергии там еще что-то очень сложно как например с алкоголизмом особенно женский алкоголизм это даже мужской алкоголизм это навсегда серьезно это это борьба уже всю жизнь это нету такого чтобы ты раз и там и помогло то есть это не так что там что-то разделал и человек уже об этом не думает это вы человек может бросить и не пить всю жизнь да и умереть 3 3 ником как бы но это бы внутренняя борьба навсегда это постоянно почему это я честно я не понимаю курение как бы вот табак он уходит и но он уходит в течение 5 7 лет где-то например но мы им подсчетом что я 13 от курин 11 лет я уже на двенадцатый год и не курю и у меня тяга пропала через лет 5-7 сейчас я точно могу сказать что я не хочу у нас есть еще вопросы сейчас я прочитаю что тут нам пишите на самом деле как всегда у нас интересная беседа и я просто кстати говоря у нас уже время эфира даже подходит поэтому я буду читать сейчас вопросы ваши ребят вы можете писать и после окончания эфира потому что игорь любом случае вам ответит да игорь я надеюсь и обязательно выберет еще победителя не забывайте что у нас есть призы от проекта петухи сейчас я так ринате мы ответили я думаю есть вопрос я с детства не люблю объятий посторонних людей на одном тренинге меня обнимали такое было ощущение что изнасиловали с удовольствием обнимаясь детьми родными любимыми чужие прикосновения мне не нравится что не доверие людям это не доверие людям это не доверие себе и надо научиться сначала доверять себе этот человек просто не подпускает это знаете когда не надо меня любить я не достойно это нет не хочу и на недине не надо вот оно какое-то тоже не надо бывает что не достойно и вот я не знаю как с мирой но бывает на тренинге люди вот которые вот прям ой не надо не надо их вот реально силком запихиваешь их обнимают и они насилуешь грубо говоря в общем да и в какой-то момент это вот эту брешь ну как бы вот эту стену надо сломать никогда но переваливать за определенных куда-то рубеж то человек облетает и уже все с этого момента начинает обниматься со всеми это просто чуть-чуть недодавили видать вновь видать где-то чуть дольше надо было поддержать мира вам нужно на индивидуальную сессию вообще честно говоря для меня еще было страшно это пост синдрома потому что я ровно сутки не могла есть из-за боли но я например точно знаю что через боль приходит вот это вот здоровье вот это вот более особенно смысл это знаете это когда ты еще не понял из-за чего то есть как только придет осознание все хорошо он таки отпускает интересно это ну я уже точно замечал а бывает что человек нет нет не надо не надо держится внук ли тут и потом болит очень и она иногда даже опухает они говорят что это мне там что-то этот но в какой-то момент она щелкает я просто отпусти кто-то доверяет кто-то наберут врачам там чудо врачи там чуть посмотрят они смотрят ну там у тебя там непонятно чудовами там дорога и постами ну как сделать или через поэтому вещь такая просто есть ощущение что давит очень сильно как бы да вот на не тощик это но там давление минимальное абсолютно там никак не навредишь это серьезно давление мутку это адская боли ребят это адская боли не знаю а мы вот этот вот крик который выходит это от боли и и вот этот момент на самом деле он сам как точка бифрукации как говорят этот момент когда уже все уже жизнь делится до и после после она просто гор горло держит и вот этот самый кайфный момент и после этого такая айфория честно говоря и паре есть еще до комментарии я просто здесь немножко я до сих пор под кайфом впечатлением несложно тоже что-то говорить и я еще буду 21 день 20 день потом потолбашь и первую неделю очень сильно вторую чуть легче и третье уже выравнивается и становится жизнь ты уже привыкаешь к тому состоянию и я честно скажу первый сеанс или первый тренинг второй раз так не повторить сериала это первый раз вот представьте зубы не числила там сколько допустим дать или ты раз почистил и такой кайф а потом там на второй день чистить уже ничего такого ничего особенного илья я может попрошу тебя прочитать комментарий потому что я тут немножко не вижу что то есть новое есть что здесь не проходит пока так мира задала вопрос миром учитывали что рената читали мера еще писала тоже мне нужна квартира я даже знаю какая и где мир с вами все ясно нужно к игорю просто поверьте приходите я так уже несколько человек за последние два дня послал аня а не здравствуй игорь подскажите в моей ситуации заметила что как только у меня прорыв работе интересные проекты очень сильно начинает болеть дочка таким образом заставляя меня разрываться сильный моральный перегруз что может сказать опять же пусть это выбирает смотрите дети до 16 лет находятся в биополе родителей и то что происходит с родителями но будут выстреливать на детях и поэтому очень важно чтобы на детях это не отражалось человек должен выбрать мы должны быть в равновесии что не то есть любые ссоры между родителями любые напряжения где-то в работе они будут выбивать на детей и с другой стороны когда ты думаешь что я сейчас не справлюсь и ты боишься выйти на работу или что там сделать или думаешь сейчас не получится ребенок заболел и из-за этого не получилось тоже прикольно это надо очень это надо разбираться из-за чего на самом деле то есть где на самом деле то есть то что ты можешь себя сама обманывать даже даже ну там мне не получается такая игра своеобразная вас вас защищает где-то мозг не идет навстречу страху и боли основная задача это если самосохранение если он стрессует от денег то он будет тебя вести от них другую сторону и очень важно стресс от денег и от работы снять и это вот прощение денег просто слушайте каждое утро и она вам вот реально поможет все что связано с деньгами если ты не миллионер то есть у тебя доходы там допустим до 10 миллионов месяц тенге да то слушайте вот это прощение денег от сто процентов там 80 процентов того что там есть точно про тебя ребята сейчас говорит о эфире в перископе которые можете найти на канале youtube и посмотреть там есть отдельный прям не знаю минут пятьдесят на 26 минут ролик котором который так называть прощение денег обязательно посмотрите там в блоке свяжь и гений на самом деле я не знал что у него есть уже такие ролики кто-то уже выложил пошли выкладывал почему-то и не нашел я бы его пользовался и я свою силу вот это вот там никакого художественной ценности ничего нет просто тупо телефон да но мне люди говорят что и мелодия его темп который как бы ты говоришь что он чуть комфортнее чем у него и я не знаю кому что удобнее можете мяско что можете его техника свяжь и я как бы за авторство нет наполнение в пенсии девочки писали я не успешно ясно а вот насчет того что у нас есть психосоматика да вот луиза хей по этому поводу книгу написал что ну грубо говоря там не знаю но насморк это что там не выпуклами слезы это правда это правда я на самом деле луиза хей и лис бурбо очень часто пользуюсь этом психосоматика там зуб заболел там коняной такой-то там луиза хей там забиваешь и там есть описание на самом деле это попытки структурировать психосоматику есть даже там структурная психосоматика там где-то кто-то даже книга написала мечникова езда но структурировать психосоматику задача такая неблагодарная если вы возьмете причину заболевания почек допустим и печени то процентов 80 она будет совпадать и здесь очень важно человек подключаться и его боль смотреть по что у него будет или лучше спросить а прошло у тебя этот страх и у человека мы всплывают в голове и он начинаете выдавать у меня там с папой было тогда очень часто люди думают что я там типа что-то вроде стресса цели понятно потому что когда он начинал стоит советушки а что у тебя с мамой а что у тебя там с мужчинами а почему там вот так откуда вы знаете я не знаю я по телу читаю но помимо тела есть еще такая штука подключайся к человеку своим я понял да то есть у меня аура у тебя аура и когда я подключаю свои аурии то я чувствую то что чувствуешь что на полторы минуты раньше тебя и поэтому если допустим ты не хочешь чтобы тебе сказали война война карпал там люди говорят что а у меня сейчас не болит а потом через полторы минуту и заболела ты на карпаны поэтому полторы минуты чуть задержкой потом выдаешь его откуда ты знаешь если хочешь удивить то можно на самом деле это есть у любого человека и мы все это делаем просто люди не понимают и не осознают но после тренинга после первого дня тренинг как только свои блоки ты проработаешь ты сможешь подключаться считывать людей у просто на раз на раз а чем эффективнее тренинг нежели индивидуально сессии тренинг идет 16 часов без перерыва ну практически на 10 час на обед и все индивидуальные сессии чтобы 16 часов выбрать это но и я не знаю сколько это много денег и поэтому людям кажется что индивидуально лучше индивидуально скуднее если честно индивидуально непонятно все что бы произошло даже не понимаешь почему так было из-за чего так было а когда ты посмотришь на другом человеке вообще вот смотрите на тренинг пришло 20 человек ты каждого видишь . плачет или может быть он не рассказывал просто это вот это вот это вы видите ли я тоже ты тоже видишь все работают вот все вот 8 часов первый день все сидят в этой энергии очень тяжело кто-то не выносит этого выходит из кабинета кто-то но ты 20 человек подключаешься и ты с ним переживаешь его жизнь и в конце дня у тебя ощущение что ты знаешь всех и очень долго и у тебя ощущение что ты прожил с ними с каждым эту жизнь ты на себя не берешь эти нет ну вот на тренинге нет я еще один вопрос извиняюсь что перебиваю просто время эфира подходит алия спрашивает расскажите как настроиться на успех кстати хороший вопрос потому что мне нравится как вы про это рассказываете да и можно еще один вопрос лично от себя пока есть такая возможность что значит когда человек сутулится ну скажем так с чем это возможно связано сутулость закрытая душа это у человека плечи вот сходится суда и начинается улица это очень душевная боль это закрытость от человека от людей вообще в целом и в общем это надо работать это он очень много будет плакать то есть там более очень много успех успех в общем вообще очень важно сначала все вот многие знаете как говорят афирмации не работают очень важно вот это все говно которое есть внутри это вот в кавычках да чтобы там не было все сгрузить вот это выплакать все убрать но и и новые установки опять закладывать опять же прописать вот эти прослушать писем вот это прощение денег прописать письма прощения вот это все сгрузить потом уже афирмация опять же свяжески если хотите а в комментарии потом все накидают что я раздаю и можете взять их и читать просто все столько позитивных слов я честно больше ни у кого для девушек 112 пунктов там просто нереально 112 пунктов позитива это себя настраиваешь на успех но в любом случае чем бы ты ни делал афирмации письма прощения там ноги на тренинги ходят там с успешными людьми дружат плюсами кофе лет 20 лет 20 настанет все равно день когда нужно будет снять подковку с дверей прибить к быту и пахать делать все равно придется и мне нравятся люди которые знаете вот этот вот вижу не вижу препятствия это вот не избрать такой один он я ему как-то читал эту книгу нет нет прочитать прочитал и он не было через какой-то а ты делал это упражнение я все сделал что там было и у него результаты у меня женщина приходила я говорю надо сделать вот это надо сделать той игры она работает зарабатывать купи себе часы дорогие она прибегает потом через месяц я купила себе часы и квартиру я тебе про квартиру ничего не говори я купила часы и поняла что это недорого купила квартиру то есть есть люди которые просто действуют и тогда у них получается да то есть не надо думать а что потом будет а как я там отчетом мы конечно не даем диетизма то есть не надо если это 100 тысяч долларов кредит еще там в кредит власть квартиру брать но без фанатизма но очень важно чтобы было действие действие приводит к результату не будет действиями будет никакого результата но прежде чем действовать надо освободить вот это место от этого г и не посыпать его сверху тертым шоколадом да 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 вот так ребят игорь у нас на самом деле очень сильно уже подошло время концу вы очень интересный собеседник я с вами могу разговаривать с утками мы хотим еще раз вам сказать что будет приз за самый интересный вопрос конечно предпочтение мы отдадим тем кто был в прямом эфире и еще у нас есть такой интересный подарок это для игоря игорь это для вас это от наших друзей партнеров лавки папы карла я думаю вам пригодится и вы будете там делать какие-то заметочки спасибо что вы сегодня были с нами ребят пишите вопросы игорь обязательно ответит и до новых встреч через неделю кому что раньше всем пока всем пока